Ангела Меркель считает, что Греция не справится с долгом даже в случае реструктуризации и пытается убедить своего министра финансов Шойбле в бессмысленности его списания. Это звучит как заголовки сегодняшних новостей, хотя извлечено из архивов АНБ. Речь идёт о перехваченном разговоре Ангелы Меркель в то время, когда она была с дипломатическим визитом во Вьетнаме. Интересно то, что этот документ высочайшего уровня секретности. Это переговоры о греческом кризисе в 2011 году. Вопрос госдолга страны, который Меркель обсуждала со своим личным помощником. В распоряжении Викиликс, который в свою очередь поделился информацией с Зюдойчи Цайтунг и АРД, оказались расшифровки телефонных разговоров канцлера и её министров, относящиеся к разному времени, но позволяющие сделать вывод о том, что американский шпионаж за высшим руководством Германии начался не позднее 1999 года, то есть ещё при Клинтоне. Запись начиналась автоматически, как только объект получал входящий или совершал исходящий звонок. Так что вероятность случайного перехвата исключена. На расшифровке ставили гриф «совершенно секретно». Обнародованные документы ошеломляют. Нам представлены от 50 до 60 каналов слежки АНБ. Речь идёт о конкретных телефонных номерах всех возможных немецких госслужащих. В Министерстве финансов, в Министерстве экономики, даже в Министерстве сельского хозяйства 12 телефонов были на прослушке. В числе американских приоритетов финансовая политика ФРГ. Как пишет Зюддойча, совершенно ясно, что через АНБ Соединённые Штаты добивались преимущества в биржевой и международной торговле. Судя по всему, этого преимущества добивались не они одни. Ещё очень важной новой информацией является тот факт, что прослушкой в Германии занимались британцы. То, что такой наш близкий союзник, как Великобритания, занималась подобным, это определённо новая информация для нас. Впрочем, то, что центр правительственной связи Великобритании состоит в напарниках УАНБ, предполагалось с самого начала. Сложнее было заподозрить, что немецкая разведка станет помогать американцам шпионить за президентами Франции. Как минимум, тремя последними, что выяснилось только на прошлой неделе. Очередную утечку Викиликс в бундесканцелярии не комментируют. Зато совершенно ясно, как Ангела Меркель на самом деле оценивает перспективы Греции. Ведь теперь у неё значительно больше поводов для пессимизма, чем было в 2011. Михаил Антонов, Александр Коростелёв, Андрей Путро. Вести Берлин, Германия.